А таких, как она, обычно говорят, педагог от Бога. Преподаватель по классу виолончели детской музыкальной школы имени Дмитрия Кабалевского Людмила Гроховская одна из немногих, кто достоился федеральной премии в сфере музыкального искусства. Выпускники ее класса работают в оркестрах, музыкальных училищах и школах. Среди них талантливые музыканты и известные педагоги. С почетным званием Людмилу Ивановну поздравила глава Самары Елена Лапушкина, вручив педагогу благодарственное письмо. Несколькими днями ранее Людмила Гроховская приняла участие в эфире передачи «Самарская среда», отметив, что путь к заслуженному музыкальному работнику начинался с небольшого класса и пары-тройки по-настоящему способных ребят. Эфир программы можно будет посмотреть на телеканале «Самара ГИС» в среду, 25 октября, в 18.15. У меня в первые годы моего преподавания четыре человека были совершенно уникальны. Вот мои ученики, которые были очень одаренные, очень талантливые. И вот с них начинался ансамбль. То есть мы брали очень серьезные программы и выступали, и выступали даже на сцене филармонии. Потом он прирастал, вот, и становился больше и больше. Одно время было замечательно, когда дети сами организовали свой ансамбль «Апокалиптика». Это, вы знаете, такой финский квартет виланчелестов. Благодарственного письма от имени главы города удостоился еще один победитель федерального конкурса. Название лучшего преподавателя в области музыкального искусства за 2023 год. Им стал преподаватель по классу балалайки детской музыкальной школы имени Петра Чайковского. Заслуженный работник культуры Сергей Мамченко, который воспитал целую плеяду талантливых учеников. Многие из них за высокие достижения в учебе награждены стипендиями и премиями федерального и регионального уровней. На награждение в мэрии «Самары» Сергей Николаевич отметил свой коллектив и подчеркнул, что победа общая. В этом году федеральный конкурс прошел уже во второй раз. В нем приняли участие более 50 регионов нашей страны. Премии были учреждены в 2022 году указом президента России. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.